Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я хочу с вами поделиться отличным способом посадки кабачков. Этот способ очень простой и не требует применения различных усилий больших. Урожай всегда гарантирован, а уход минимален. В чем же суть моего способа? Это посадка кабачков в компостные кучи. Однако при таком способе есть определенные нюансы, и о них я сегодня вам расскажу. Кабачки довольно неприхотливая культура, однако у многих не удается их вырастить. Кабачки любят расти на плодородной почве, чтобы она была легкой, рыхлой, в ней было много органики. На почвах песчаных, тяжелых и глинистых кабачки будут расти плохо. А в компостной куче кабачки будут расти отлично, ведь там много и органики, и почва рыхлая, и плодородная. Кабачки предпочитают расти на слабокислых почвах, либо нейтральных, по аж 6,5-7 целых. Самый главный секрет при выращивании кабачков правильно подготовить компостную кучу, и сделать из нее своего рода грядку. Как же делаю это я? Примерно за неделю до посадки я компостную кучу разрыхляю. Сверху убираю все сухие растительные остатки, которые не перепрели, не преобразовались в рыхлую почву, в рыхлый компост. Их я отгребаю на бок, в сторону. Затем в центре кучи, уже перепревший компост, его я также складываю в сторонку. Получается своего рода углубление. В это углубление я закладываю обычную скошную траву. Кабачки высаживаются у нас обычно в начале мая, а в этом году еще и в более поздние сроки, потому что весна холодная. Однако трава холода не особо боится и растет активно. Уже начинают зацветать одванчики, и траву уже через неделю можно косить. Затем сверху на траву я засыпаю, опять же, перепревший компост. А сверху немножко присыпаю обычной почвой с огорода. Получается такой слоеный пирог. Зачем нужна трава? Трава начинает горение, поднимается температура. В бескислородной среде процесс горения идет более медленно. Однако грядка может разогреться до 30-40 градусов. В итоге почва прогревается снизу, и посаженные кабачки идут активно в рост. Им хватает тепла, им хватает питания. Со временем трава эта перерабатывается микроорганизмами в компост и служит питанием для кабачков. Они активно растут. Благодаря вот такой вот грядке, которая получилась в небольшом как углублении, кабачки можно укрыть. Можно укрывать белым спонбондом, можно укрыть пленкой, если вы находитесь постоянно на даче, и пленку после сходов быстро снимете. Если, конечно, вы живете в городе и приезжаете на дачу только по выходным, то лучше использовать спонбонд, потому что пленка, появляются сходы, и под пленкой они могут от жары просто сгореть. Поэтому лучше выбирайте спонбонд. Он пропускает воздух, он пропускает влагу и сохраняет хорошо тепло. Что касается глубины вот этой траншеи, ямы, которую мы закладываем в траву. Она должна составлять примерно 40 сантиметров глубины. Этого достаточно, чтобы трава начала там гореть, выделять тепло, и растения получали в достатке в дальнейшем питании. В такую подготовленную грядку можно высевать как семена, а можно высаживать уже готовую рассаду, если вы предпочитаете высаживать кабачки рассадным способом. Нужно отметить, что в таких грядках я выращиваю не только кабачки, но и тыквы. Иногда у меня вырастают тыквы в благоприятные годы, тыквы вырастают до 80 килограмм при посадке таким способом. А самое замечательное, что такую грядку особо не нужно подкармливать, не нужно практически поливать и не нужно полоть. Я делаю всего лишь одну прополку за весь сезон. Когда появляются сходы, где-то появляется трава, я подпалываю и все. Все лето не нужно полоть. Кабачки очень быстро развиваются, наращивают хорошую зеленую массу, зацветают, дают хороший урожай и с легкостью справляются с любыми сорняками. А еще благодаря хорошему питанию растения имеют очень крепкий иммунитет, а значит не подвержены многим заболеваниям. Растения здоровые и урожай отличный. По такому же принципу я высаживаю на компостные грядки и теплолюбивые дыни и арбузы. Они также дают хороший урожай. Можно на такие грядки посадить и огурцы. Для огурцов потом можно поставить какие-либо решетки, либо какие-то дужки поставить, подвязать шпагатом, чтобы они немножко расплетались и было более удобно собирать урожай. Обязательно попробуйте такой способ посадки кабачков, огурцов, либо других бахчевых культур, и вы удивитесь, какой у вас вырастет отличный урожай. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!